Это упало с потолка. Ребенок хорошо не сидел, не занимался. Эти два куска кирпича чуть не упали на восьмилетнюю Веронику. Девочке просто повезло, она не оказалась в туроковую минуту за своим рабочим столом. Сейчас парту украшает громоздкая корыта для сбора дождевой воды. Никогда не знаешь, когда ливанет с потолка дождь или начнется камнепад. Вариантов немного, всего два. Как только начинаются сезонные осадки с потолка, возобновляются и традиционные походы Виктории в управляющую компанию МПКЖУ. Каждый год, каждое лето, в начале весны еду, пишу заявление, они мне отдают копию, что зарегистрировали, а ничего больше нет. Хотя бы хоть бы приехали, посмотрели, или что, тишина. У меня за наем, за квартиру я плачу, за коммунальные услуги я плачу, за свет я плачу. То есть у меня нигде, нигде нету никакой задолженности. И это уже сколько в этой квартире я живу, сейчас скажу. Около 30 лет я живу. И ни разу, ни разу вообще не делались никаких ремонтов. Жалобы на муниципальное предприятие КЖУ поступают в редакцию ЗАПТОВ регулярно. В чем же причина, это мы решили выяснить у новоиспеченного директора управляющей компании Сергея Ершова. Офицерская 1, это аварийный дом, по-моему. Там тоже либо капитальный ремонт, либо под снос. Сейчас точно не помню, по-моему, он был под снос. Хотя бы текущие работы вы там какие-то выполняете? Сейчас у нас шифер появится. Посмотрю, какая там крыша, есть жесть или шифер. И попробуем что-то сделать. Но текущие, если это аварийный дом, там они вообще не запланированы даже по тарифу. Мы можем только в рамках поддержки что-то сделать. Жильцы твердят обратное. Дом аварийным никто не признавал. Текущие работы не проводятся 30 лет. Тем временем у МПКЖУ на обслуживании 875 домов. Правда, обслуживанием работы управляющей компании назвать сложно. Правильно понимаешь, что вы беретесь только за те дома, где вот-вот рухнет, вот-вот что-то упадет на голову? У нас просто больше нет сил, возможностей. Это надо нам, чтобы мы хотя бы по всем домам работали, не нужен коллектив 300 человек. У меня 5 рабочих всего. Наша управляющая компания находится, сейчас рассматривается дело по банкротству. Ввели стадию наблюдения до октября месяца. В октябре прогнозируется уже конкурсное управление. А сейчас боремся всем, чем можем, собираем материалы. А вот, видимо, и сами инструменты, которые должны спасти МПКЖУ от банкротства. Вот это весь запас материалов на 800 домов? 800 домов. Один унитаз, пара мешков для мусора и несколько кирпичей. Вот и все богатства крупнейшей управляющей компании Читы. И что можно построить из четырех кирпичей? Ничего, только где-нибудь дыры заделать. Наследство Сергею Ершову досталось, прямо скажем, незавидное. Зато какой-никакой, но свой кабинет с предупреждающей табличкой «Не беспокоить» идет совещание. О чем совещаются здесь сложно сказать. Дела у управляющей компании, мягко говоря, плохи. Есть вероятность, что КЖУ вообще закроют? Это вероятность стопроцентная. Вопрос времени. На минувшей планерке больше недели назад Александр Сапожников объявлял о скором закрытии МПКЖУ. По его словам, обязанности этого предприятия возьмут на себя другие управляющие компании. Перестанут ли после этого в домах четинцев падать камни? Узнаем скоро. Гуля Алхасова, Николай Шумков, Ирина Петрова, ЗАПТ-ТВ.